Хархи Кришна, Хархи Кришна, Кришна, Хархи Хархи, Хархи Рама, Хархи Рама, Хархи Хархи. Благодаря Видии, а Видия будет уничтожена. Об этом говорит Благаван в Утхархи. Это Видия, она как огонь. Огонь все сжигает. И вот точно так же Видия может сжечь Авидию. Авидия — это влияние треугольных природы, которые исходят из Майя, из алюзионной энергии Благавана. Грубое, тонкое тело — все это исходит от Майя. Люди обычно считают, вот это все, это тело, это Тума, это вот я и есть. Это все. Это Авидия. Благодаря Авидии, Авидия будет уничтожена. Авидия исходит от Благавана. От Господа исходит память, забвение, знания. Видия приходит от Вишарада, от очень опытного. Знания исходят от Благавана через духовного учителя. Вот вода. Вода идет из водоема через трубы. Водоем — это Кришна. А трубы — это Гуру Парампара. Кто принимает знания? Сад Шишья. И когда ученик получает знания? Тогда он считает, что нет, у меня нет знаний. Вот тогда я могу получить. Знание придет к тому, кто очень смиренный. Я ничего не знаю. Гурдев, ничего я не понимаю. Что вы скажете, я буду делать. Сначала Арджуна вел себя как ученый, как знающий. Но после того, как он внимательно слушал Кришну, он сказал «Кришья вачанам тава». Когда человек внимательно слушает, Кришну, Майя убегает. Все мы сейчас под влиянием Майи. Это тело, создано Майи. Поэтому мы невежественные. Нет Гьяны. Но Кришна не хочет, чтобы мы всегда оставались клубцами. Зачем мы получаем знания? Чтобы обрести вечное блаженство. И почему? Почему мы скорбим теперь? А почему мы страдаем? Мы все частички Бхагавана Кришны, которые сочит Ананда, Виграха. Почему скорбь? Все это из-за влияния Майи. Ученый человек никогда не будет скорбить. Только Агьяни всегда имеет Духу. На самом деле это признак Шудры. Вы не Брахманы, вы Шудры. Иначе почему был бы гнев на вот это раздражение и приятие? Очень много похоти, которые исходят от Тиргун. Знание, которое вкладывает Кришна, сжигает влияние Тиргун Майи. Теперь Авидия сгорела. И что дальше? Огонь тухнет, топливо кончилось, огонь потох. Что это значит? Это значит, что благодаря Агьяне не сможем мы обрести чистые Бхакти. Агьяне обретают Джива, Мрития, Душу. Свет, который приводит к смерти. Можно ли с этой Агьяной войти в обитель Кришны? Без Бхакти нельзя приблизиться к Кришне. Нам нужно только чистая Бхакти. Не нужно нам Агьяна Миша Бхакти. Агьяна Миша Бхакти развивает желание к освобождению. Нам надо обрести чистая Бхакти. Этому мы сможем научиться у Гуру. Чистая Бхакти, которая связывает Кришну. Можно обрести по Гуру Парампари. От Бхагавана Кришны. В Бхакти есть определенная последовательность. Определенные этапы. Кришна смаганам джанам честья приштхам ниджасам и хитам. Тататкадхаратас часу. Курятвасам бхаджасадам. В духовном мире Вайкунтха выше других обителей. А Мадхура выше, чем Вайкунтха. Потому что там есть джан-малила Кришна. А Вариндаван выше Мадхура. Потому что Кришна совершил рассолилу во Вариндаване. Вот что выше Бриндавана. Гаватран. Потому что Бхагаван без всяких ограничений совершает лилы на Гаватране. А Гатхакунда она еще более великая. Много любви к Гатхакунде. Поэтому она лучше Бриндавана. Прими Бхагта никакую другую Севу не совершает. А Гатхакунда Севу наиболее важная Севу. Никогда Прими Бхагта не оставит АГатхакунда Севу. Шрилару Пагасвами Патр. Очень близкий спутник Махапрабу. В сердце всегда думал о Гатхакунда Севе. И всех вдохновлял совершать Гатхакунда Севу. Кто дорог Кришне? Те, кто действуют по своей прихоти, они недороги Кришне. Те, кто находятся под влиянием саттвы и заняты су-кармой. Они дороги Кришне. Их зовут сатт-карми. Они заняты правильной деятельностью. Брахма-гьяни. Они более дороги Кришне. Потому что на них не влияет тригоны природы. Шудха-бхакты. Кто совершает предное служение Кришне. Еще более дороги Кришне, чем гьяни. Прима-экаништра. Те, кто имеет однонаправленную любовь. Эка-эка. Они еще более дороги Кришне. Девушки-враджа. Еще более дороги Кришне. Шримати-радхарани. Более дорога Кришне, чем все другие враджа-гопи. Ахат-хакунда. Ахат-хакунда. Очень дорога Кришне. Святые муни, мудрецы, говорят. Ахат-хакунда. Ахат-хакунда также очень дорога Кришне. Хотя, наверное, решим. Очень дорог Господу на грани. У него нет такой любви к Кришне. Что он говорит о других садхаках? Если бахта-амойцы в радхакунде, он развеет любовь к Кришне. Радхакунда переполнена премой. Вот, смотрите, сейчас вот миллионы, сотни тысяч, по крайней мере, предных, которые есть. Смогут они построить дома на радхакунде? Это невозможно. А тут говорится, что благоприятно жить рядом с радхакундой. Как это возможно? Надо сделать так, чтобы радхакунда появилась в нашем трансцендентном сердце. Всегда мы тогда сможем оставаться рядом с радхакундой. Бахтистан Царасвати таков говорит здесь. Кришна Бхакта постоянно должен находиться рядом с радхакундой. Принять прибежище в радхакунде. Как в Апракрита Васи. Это не значит, что надо строить там дом. Трансцендентно нужно жить на радхакунде. Если мы сделаем сердце трансцендентным, тогда сможем находиться недалеко от радхакунды. И прежде всего нам надо оставить материальные наслаждения. Все материальные наслаждения. Нельзя находиться рядом с радхакундой, сохраняя эти желания наслаждаться. Надо стать безразличным к материальным наслаждениям. Как это возможно? Я служанка Шримати Радхарани. Я не могу наслаждаться. Я буду доставлять наслаждение Шримати Радхарани и Кришне. И как это возможно? Маны Сибаджин. Если человек занят радхарани Сэвы, даже в уме, у него нет времени думать о собственном счастье. Тот, кто не имеет настроения Сэвы, он будет развивать материальные желания. Ничего мы не хотим. Пусть эта жизнь пройдет в служении Радхарани. Нитья Сэва. Такие мысли должны быть у нас, пока мы еще остаемся в этом теле. Мы будем омываться в Радхакунде и служить Радхике. Если так мы будем делать, Шрия будет у нас в руках. Если не сможем удержать Шрию, войдет Прея. Прея — это доставлять наслаждение своим чувствам. Шрия — это доставлять наслаждение чувствам Кришны. Если человек следует путем чистой предности, его место выше положения Нарады. Нарада не может омываться в Радхакунде. Почему? Он не преми-бакта. Преми-бакты могут омываться в Радхакунде. Виндаван Апракрита. Ну, трансцендентное место. Кто-то может находиться. Апракрита дживы. Дивья-гопи. Сакхи-руппаши-гуру. Палия-даси. Защищенные служанки, да, или главные служанки. Как они там находятся? Подобно тому, как домашняя собака находится под защитой хозяина. Ученик, предавшийся гуру, покорный следующий за гуру, будет защищен гуру. Гуру — это прия-сакхи. Гуру имеет трансцендентное тело. И он праджа-баси. Бхакти-нат-такуру здесь описывает двух предных. Один чувствует, что он служит под руководством Лолита-сакхи. Он делает гирлянды под ее руководством. А другой служит под руководством Суббала. Собирает коров, помогает. И что Парамахамса Бабаджа Махарадж сказал им? Одна и та же личность на самом деле. Их гуру Парамахамса Бабаджа Махараджа. И он сказал каждому из них. Храните это настроение внутри. Никому не говорите. Внешне совершайте ваш Бабаджан. То есть, вот эту вашу садхану. Внутри делайте это. Антара Бабаджан и Бахара Бабаджан. Что это значит? Совершайте вот это регулярное ваше служение. И воспевайте Махараджан. И воспевайте Махараджан. Внутри сакхи сева. А снаружи нама сева. Внешне что? Внешне он гуру. Я его ученик. Внутри она близкая спутница. А я и ее служанка. Было сказано, что видео как огонь. Она сожгла все видео. И в итоге была разрушена это видео. Почему? Потому что кончилось топливо. Огонь он не горит без топлива. А что это за топливо? Это им персональное знание. И теперь человек оставляет эту гьяна-миша-бхакти. И практикует шутха-бхакти. И благодаря этому бхакти, человек придет в обитель Кришны. В чем суть заключения? Благодаря бхакти, ты познаешь меня. Постичь меня, Верховная Личность Бога, таким как я есть, можно только с помощью предного служения. И когда благодаря предному служению, все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога. Я вам, я сейчас, мне таттва-тах. Как? Как познать его? В таттве. Абсолютно муравли. Когда человек озовет бхакти, он сможет понять меня. Благодаря бхакти, человек сможет понять Бхагампурш, Бхагавана Кришна. И почему тут используется слово «таттва»? Бхагавана Кришна уже сказал Арджуне. Он сказал, Тот, кто знает божественную природу моего явления, деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он постигает мои вечные обители у Арджуна. Никогда, никогда человек больше не вернется сюда, в это опасное место. Этот мир приносит нам все виды страданий. Оставив тело, мы уже не вернемся сюда. Это желание Бхагавана Кришны. Следующий момент. Легко ли познать Бхагавана в таттве? Нелегко. Бхагавана знаменит во всех отношениях. Ворует он, да, вот тут сказано. Он ворует одежды, гопи, масло, йогурт. Как мы можем сказать, что он Верховный Господь? Таким могут у человека сомнения возникнуть. Никто не может украсть наши греховные реакции. Мы накопились только. Столько мы плохого совершили в прошлых жизнях. Но он может украсть это. Он сказал. Оставь, оставь эти все свои представления. Все эти христианские, индусские тхармы. Все эти тхармы тела и ума. Просто предайся мне. Не думай о своих прошлых поступках. Не бойся ничего. Да, ты совершил грехи. Не думай о последствиях. Не думай, как защититься. Я здесь, говорит Кришна, я защищу тебя. И все это мы получим от Гуру. Это наука о Кришне. Нам надо хорошо знать эту науку. Татвитхи пранепрати нам пари прашни насаевая. Упадекши антитэ гьяном гьяни нас татва даршинах. Чтобы узнать меня в Татве, иди к татва даршта гуру. Покорись. Предайся. Очень смиренно служи ему. И задавай вопросы. Он даст тебе татва гьян. Гуру Дэв говорит, всегда, всегда надо помнить, пожалуйста, никогда не забывайте, что пока вы не удовлетворите Гуру, не поймете вы Бхагавана. Потому что Гуру имеет Бхагавана. Он может дать нам Бхагавана. У него есть все знания о Бхагаване. Он даст. Следующий момент. А сможем ли мы сохранить Бхагавана? Если мы будем невнимательны, Бхагаван убежит от нас. Вот теперь, что говорит Кришно? Путь гьяны кончился. Начался путь Бхакти. Нам надо познать Бхагавана благодаря Бхакти. Бхакти сту Бхагават Бхакта Сангена Париджаэти. Нам надо общаться с преднами Бхагавана. Очень важно это общение с Бхактами. Сатху Санга, Сатху Санга, Сарва Шаста Коэм. Лава Матра Сатху Санга, Сарва Ситхи Хоэм. Во всех шастах говорится про Сатху Сангу. Даже мгновение общения с Сатху принесет нам все совершенства в жизни. И что такое Сатху Санга? Это значит слушать, слушать Сатху. Не просто близко находиться с ним. И только слушать Сатху тоже не поможет. Нам надо действовать в соответствии с услышанным. Надо практиковать это ежедневно. Вот это Сатху Санга. Если мы действуем иначе, не как говорит Сатху. Значит мы не совершаем Сатху Сангу. Вот это главное, это основная вещь. Основная вещь в жизни Сатху Санга. Сарва Шаста Коэм. Лава Матра Сатху Санга, Сарва Ситхи Хоэм. Совершенство в жизни зависит от Сатху Санги. Если кто-то совершенный, преданный, это значит он хорошо общается с Гуру. Это не так, что просто 20 лет я нахожусь рядом с Сатху. Нет. Это из лекции Шиши Патчхи Тани Чандрадаса Гурдера. 25.09.2022. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...